Итак, продолжаем пример тайпа. Мы сделали все фразочки вокруг, осталось сделать фразочки тут вот внутри, в самой манге, в самих этих самых рамках. Папку вокруг мы закрываем и будем писать сейчас вот эти вот звуки. Я включила уже свой старый фотошоп, потому что в старом фотошопе у меня есть наборы, этих самых текстовые наборы, уже куча разных сохранений, но которыми я обычно пользуюсь. Как их я сохраняла, показала в предыдущем уже, в предыдущем видео. Так, значит, для вот этого фразочки, для этого звука мне нужен набор, который я сохранила под названием комп текст. Вот он, комп текст. Выбрала его, кликаю сюда. Это у нас звук пи, пик. Вот у нас это звук. Размерчик поменяем вручную. Здесь, допустим, размерчик 30-ка сойдет. Ставим по центру. Выключаем слой JP, чтобы поставить его по центру. Примерно вот так вот сойдет. Хорошо. Так, теперь у нас вот эта вот фразочка. У нас вот это и все остальные фразы у нас будут в обычном тексте. Ну, как обычный текст у нас выглядит. То есть, у меня здесь, опять-таки, сохранен набор инструментов обычный. Это у меня, значит, аниме Ace размер 10, размер 11, 12, 18 и 22. Почему так много обычных текстов, только разного размера? Потому что я делаю... У нас несколько проектов, и у каждой манги это самые свои размеры сканов. Допустим, у этой же самой манги, вы в предыдущем ролике заметили, то, что я там включала старую картинку. Она была в два раза меньше, чем вот этот вот новый скан. У новых глав там это самое сканы гораздо больше, чем были в предыдущих главах. Как раз-таки поэтому здесь у меня стоят сразу несколько вариантов с размерами, чтобы я не мучилась и не меняла каждый раз размер вручную. Допустим, раньше я вот на эту мангу использовала этот самый шрифт обычный десяточку. Сейчас я так полагаю, что раз у меня картинка в два раза больше, то и сам этот шрифт мне нужно делать будет побольше. Давайте сначала скопируем фразочку, которую мне нужно будет ставить. Ctrl-C. Выбираем инструмент, набор инструментов обычный 10. Вставляем сюда Ctrl-V. И мы видим, что да, реально, это самое, буковки очень маленькие. Кликаем на наш слой и изменяем вручную этот самый размер. Ну, допустим, пускай будет 18. В принципе, 18 нам сойдет. Если больше поставить, двадцатку в два раза, которая больше. Ну, можно и двадцатку, в принципе, пускай будет 18. Мне цифра 18 нравится. Так, далее что? Далее у нас следующая облачка, вот это вот, тоже такого же стиля должно быть. То есть мы опять-таки можем нажать на набор инструментов. Обычно уже 18, мы точно знаем, да? Ой, давай сначала скопируем. Сейчас нужно скопировать эту фразочку Ctrl-C. Кликаем на набор инструментов, обычно 18, кликаем сюда, Ctrl-V, вставляем и вуаля, у нас все так получилось, как нам нужно. Это вот первый вариант, как можно вставить фразочку, который у нас уже, стиль, который у нас уже присутствует. Второй вариант. Допустим, первая фраза, вот эта вот, да? Что это? Мы уже поставили. Все остальные облачка у нас должны быть точно такого же стиля, как вот эта фразочка. То есть мы просто-напросто кликаем на этот слой, кликаем куда-нибудь, ну, допустим, вот на это вот облачко и вставляем буквы. И они у нас автоматически становятся точно такого же стиля, как и было до этого у нас вот этот выделенный слой. То есть все зависит от того, какие самые параметры у нас написаны вот в этой области. Допустим, я выделю слой вот этот пик-пик. Теперь у меня вот в этой области написаны вот такие параметры, что у меня шрифт стоит вот такой, размер такой. Если я сейчас начну новый слой текстовый нажму, кликаю сюда, буду что-нибудь писать, то у меня стиль этого самого, вот этого текста точно такой же, как в том самом слое, который я выделила, который у меня был выделен до этого. То есть все настройки, которые были здесь, они стоят и тут тоже. Давайте пока что это дело удалим, нам это не нужно. Вот, то есть получается, если вы один раз уже впихнули вот этот вот обычный свой текст, то вам не нужно каждый раз залезать в эти самые настройки и искать его вот тут. Вы можете просто-напросто найти нужный вам текстовый слой. И вот уже, сейчас давайте вот это вот соскать, копируем, копируем. И уже просто-напросто выбрали нужный нам слой, ткнули в нужное место, Ctrl-V, и уже в нужном нам формате текст вставился. Еще можно сделать следующим образом. Сначала нам нужно выбрать выделение вообще со слоев полностью. Это мы делаем, как мы это делаем, секундочку. А, это нужно включить этот самый инструмент перенос. И кликаем, зажимаем клавишу Ctrl и кликаем куда-нибудь на рабочее пространство, на эту серую штучку. Клик, и все, у нас выделение полностью снялось. То есть ни один слой у нас не выделен. Теперь мы можем вот эти настройки текста изменить сами. Кликаем сюда. Допустим, я хочу сейчас шрифт, ой, футы, такого, текст, создать вот такого, это самое, такого шрифта и вот такого размера. Теперь я беру инструмент текстовый. Вот этот вот текстовый инструмент беру. Кликаем сюда. И теперь, когда я пишу, у меня шрифт именно в том самом режиме, в том самом стиле находится, который я здесь установила. То есть, какие тут настройки вот здесь вот стоят как раз таки, тем же самым стилем вы и будете сейчас писать. Ну, и в том же самом стиле вы будете сейчас вставлять. Вот. То есть, как бы три способа написать текст в нужном вам стиле. Но самое простенькое, это когда вы уже один раз написали фразочку в нужном вам стиле, а потом просто-напросто выделяете нужный вам, это самое, нужный вам, допустим, мне нужно дальше поставить снова текст в таком же самом стиле, что и предыдущая фразочка. Копируем текст. Ctrl-C. Выделили вот этот текст. Вот этот в том же самом режиме, в том же самом стиле находится. Инструмент текст. Кликаем сюда, вставляем и вуаля, все, что нужно, тоже вставилось. Давайте последние две тоже вставим. Ctrl-C. Ctrl-V. Все, готово. На этом, в принципе, вставка текста закончена. Давайте на этом все-таки закончим это самое визаж, потому что, опять-таки, слишком длинно получается, а я длинные руки записывать не хочу. Ох, до скорого. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.